Когда хотелось есть мою собаку, они списываются. Собаки должны быть трусливые. Они у нас идут впереди всех, еще до сапера. Такие красавцы. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Да, один раз. За всю практику. И то, это получилось по чистой случайности. Не потому, что там у нас что-то, как-то там, за что-то у меня собаку. Просто она хотела съесть мою собаку. Пока я спасала свою маленькую собаку, у меня тогда спуниель был, он нечаянно попал мне в руку. Ну, получилось скользко. Но это было единожды. Все, больше таких случаев не было. Нет, не одевают. Они у нас идут впереди всех. Еще до сапера. Ну, как и любой сотрудник полиции, должностной уклад и все, что причитается. Они списываются. Также их выставляют по объявлению на Авито. То есть, если собака здорова, все хорошо, у нее есть определенная балансовая стоимость, и можно приобрести эту собаку. Нет. Потому что для несения службы мы используем собак, либо специально закупленных для системы МВД, для органов внутренних дел в целом, либо это собаки нашего разведения. Для разведения используются собаки, находящиеся в специальном отделении разведения, и также которые отвечают всем требованиям. То есть, собаки подготовлены к несению службы по определенному направлению деятельности. Также там есть специальный тест, который они должны пройти. Собаки не должны быть трусливые. То есть, они должны нам давать хорошее потомство. Специально подбираются пары производителей. Тут не вот прям любого берешь и вяжешь, а специально подбираем маму, папу, чтобы потом получались такие красавцы с хорошими рабочими качествами. Помимо того, что мама, папа, тут как бы родственники же есть, переплетаются по каким-то линиям. Ну, там все это тоже должно учитываться. То есть, например, эти братства, естественно, их не вяжешь. Или эти в каком-то поколении. Ну, какие-то родственники есть, тоже их тогда нельзя использовать в разведении. То есть, пары для вязки специально подбираются в любом случае. И также и по типу, и по типам высшей нервной деятельности. Разные там критерии подбора. На данный момент сейчас собаки у нас практически, только если на обнаружениях контактируют с натуральными веществами, в данный момент дрессировка осуществляется на запаховые имитаторы, которые нам закупают. Такие, как, например, вот у нас есть запаховые имитаторы наркотических средств психотропных веществ. У нас есть целый набор запахов, которые, вот те, которые сейчас наркотические вещества есть, аналоги их полностью, ну, размещаются у нас там в баночках. И мы им, с помощью них, дрессируем собак. Такие же реквизиты есть и по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств. Для службы используются различные породы. У нас чаще всего используется немецкая овчарка, но также у нас сейчас есть и ротвеллеры, и лабрадоры, и русские спаниели, и бельгийские овчарки. То есть разнообразие большое. Ну, как сказать, например, для конвойной службы лучше использовать какие-то крупные породы, такие как ротвеллеры, немецкие овчарки. А такие породы, как, например, лабрадоры, спаниели, вигли, ну, различные такие вот не очень крупные породы. Немецкие овчарки, они везде подходят, а этих лучше всего использовать по поиску обнаружения обозначения целевых веществ.